Принято считать, что Ливия времен Каддафи была чуть ли не социальным раем на земле. Бесплатная медицина, дешевый бензин, стажировки за рубежом за счет государства, низкие налоги и строгий запрет на любые поборы, аптеки с бесплатным отпуском лекарств. Те, кто там жил, подтверждают, такие законы были, но с некоторыми, мягко говоря, оговорками. Законы были действительно красивые, разговоров нет, там были такие правила, там иногда читаются в интернете, как бы немножко это вызывает у меня улыбка. Что там, где были такие, якобы, бесплатные медицины, но что за бесплатные медицины, если бы люди видели, или бесплатные образования, или там якобы могут отправиться за границу, лечиться. Да, действительно, такое было, только для приближенных, правда. То есть, только люди, которые вокруг элиты, которые правят в страну, только они могли ехать за границу, лечиться за счет государства. Поэтому это была система просто награды своих. Ну, простой народ, на самом деле, ничего такого не видели, ничего не получал. Со слов Виссама Бардвилла, проведшего в Ливии детство, образование тоже оставляло желать много лучшего. К примеру, правительство мало волновалось, что школы годами стоят без ремонта. Государственная система работала на благо элиты, пресекая любую активность граждан. Атмосфера страха и угрозы. Поэтому и люди не жаловались. То есть, они были довольны тем, что там мука, рис, масло и там какие-то некоторые продукты. Действительно, мы получили по талонам за дешевые, там, как бы, недорого. То есть, ешь и живи, и просто существуй, но не надейся на что-то большее. Не можешь протестовать, не можешь жаловаться, не можешь обсуждать, предложить даже, потому что в Ливии была какая-то война против умных людей, способных, талантливых. С 1972 года любые оппозиционные группы или партии были запрещены. Нарушителей ждала суровая кара, и не только их. Порой наказание находило и тех, кого просто в чем-то заподозрили. Больше всех страдала молодежь, как самая активная часть общества. Когда я был ребенком, вместе с Рамадан, сидели перед телевизором, ждали ифтар, там, объявления, что можно поесть, азан хотели послушать. А вместо этого, зная, Каддаф и его группировка, зная, что люди все в этот момент смотрят телевизор, показывали это публичные казни, обвинения. Я видел этих молодых людей, это до сих пор я помню, им даже и 20 лет не было. Судебное дело, которое продолжалось несколько минут, послушали. Выходит, что он относился к какой-то партии, просто. Там есть выражение, кто относится к какой-то партии, то он изменник. За измену смертная казнь. А потом показали вот эти казни, нависели все люди, эти молодые. Коррупция, лицемерие и жестокие репрессии, прикрываемые красивыми словами и утопимостью общего равенства, братство и самоуправление, закономерно вызывали протесты и восстания. Каддафи, правивший страной целых 42 года, был свергнут только в 2011 году, на волне арабской весны. Правда, с его смерти в Ливию пришло не долгожданное благополучие, а социальный и политический хаос. Регион лихорадит, погибли уже тысячи мирных жителей. Сказали, сложные племенные взаимоотношения, а также отсутствие общества, политического и гражданского опыта. Самый большой фактор дестабилизации в Ливии, это остатки сторонники Каддафи. Вот сейчас это Хафтар, это же генерал Ливии, приближенный друг к Каддафи. Бусподин в какое-то время с ним поругался, но он его человек, и он сейчас продолжает его же политику. Что ждет Ливию в будущем, знает лишь Всевышний, но обнадеживает то, что народ жаждет справедливости и свободы, и устремлен в будущее. А это значит, что ситуация может не просто стабилизироваться, но и начать стремительно улучшаться. Руслан Мударисов, канал Алиф, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok